ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удачно дали ответку, не заткнулись, мы сами слышали тишина, все тихо, спокойно. Была еще днем, еще была атака пешим порядком пехоты. Мы хотели помочь вытянуть что-то, или кого-то, но мы не дали этого. Тоже успешно было все отбито, все хорошо. Также на сегодняшний день были уничтожены два минераля. Милометных расчетов 120-х, диверсионными группами моими, которые выставляли в сторону поселка Спартак. И в район аэропорта. Это уничтожено примерно 12 человек, БК на 120-х и 2 миномета. Плюс ночью ребята спалили танк с тура, который был крутился в аэропорту. Красиво получилось, башня улежит. Так что, по данным плюс, мы еще отработали по колонне, которая двигалась в нашу сторону, 25 танков. Насколько это было правдиво, но колонна действительно была большая, я доказывать вам не буду. Колонна действительно была очень большая. Неременно шла именно танкишка. Так что, колонна уничтожена, мы ее остановили. На данный момент есть информация, что пришла 23 САУ в Авдеевку. Правда, за линией мы проверяем, работаем. Ну, не сидим, не отдыхаем, могу вам сказать. Короче, перемирие нужно только для того, чтобы у Каньской власти тянули сюда очередные свои силы. Поступает информация в Днепетровской области, что формируется, формируется грузовой СОО, бронетехника на платформах. Насчитывается 50 единиц. Правда, насколько это правда или нет, мы будем проверять. Ну, в данный момент такая ситуация. Стрелы ведутся постоянно. Потери у Каньской власти несут, не очень серьезные несут. Так что, могу вам сказать такую вещь. А потери со стороны ополчения есть в последние дни? Ну, за сегодняшние сутки, слава Богу, Бог помиловал, он никого не был. Так, обстрелы прошли пустую. Это уже радует. Вчера были у нас потери, когда были две атаки, тяжелых атаки. Атаковали у нас бронетехника, а атаковали жестоко. Не жалели, я не стрелял бы во всю подряд. Даже свои. Так что, вот такие вот.